Очень много наших подписчиков имеют отношение к торговле. Кто-то даже организовал точки на рынках. И сегодня мы попросили нашего представителя Польши Юлю сделать обзоры рынков, пищевых рынков. Посмотрим, какие там цены, чем торгуют, что привозят, насколько не уменьшилось или наоборот уменьшилось количество людей из-за пандемии. Так, друзья. Где еще в Польше можно найти 1300 специализированных точек, продаж и всего, начиная от белья и заканчивая мелкой бытовой техникой? Конечно же, это Моревильска 44. Поехали, с вами Айчарен Групп. Смотрите, чистота, порядок, маникюны. Здесь я уже прошла, хочу вам сказать, что уже несколько встретила салонов красоты, скажем так, можно маникюр сделать, постричься. Прикольные тапочки, кстати, натуральный мех, то есть китайцы тоже делают классные вещи натуральные. Смотрите, по 2850 рублей за штуку. Но это все натуральный мех, натуральная стелечка. Смотрите, какие прикольные. Цены на кожаные изделия. Это кожаные мужские куртки. Смотрим, 390 золотых, 420. Сколько здесь? 420, 430. Вот такие вот куртки классные мужские кожаные. Ребят, нашла такое местечко, такой салон, мини-салон красоты, маникюр, педитюр, хна, наращивание ресниц, ногти. Сейчас посмотрим, какие цены, почему, потому что здесь есть пресс-карон. Смотрим, пожалуйста. Наращивание ресниц, потом коррекция ресниц, маникюр, типсы акриловые. Боже, кто их еще делает у заполнения? Это коррекция физикюр. Смотрим, цены 40, 60, 55. Маникюр обычный, это сколько? 760 злотых рублей получается. Ребята, проходила мимо, я просто обратила внимание, да, по 20 злотых футболки мужские. Думаю, ну, посмотрю для интереса качество. Но я вам хочу сказать, что качество вообще супер. Плотный катон, вот посмотрите, он вообще не светится. Вот такая футболка классная. Ребята, прикольный рынок, каждый найдет что-то для себя и в цене, и в качестве. Шла такая в детский отдел, смотрите, коляски. Ну, понятно, они питательские. Не знаю, какого они качества, но я хочу вам показать цену. Вот такую коляску можно купить за 650 злотых. Была 950, сейчас скидка у нее 650 злотых. Вообще нормальная коляска. Смотрите. Это очень привлекло мое внимание. Вот такие вот классные сумочки, силиконовые для детей. Мягенькие, легенькие. 35 злотых всего лишь, навсего такая сумочка. Я думаю, идеально будет на подарок вообще. Классно. Пообщалась с одной женщиной, но она не хотела, конечно, на камере со мной разговаривать. Что она мне говорит? Я спрашиваю, вообще как ты заменила ситуация в связи с этой пандемией? То она мне сказала, что вы знаете, как у нас были постоянные клиенты, так эти клиенты и остались. То есть я даже здесь прохожу, то есть я смотрю, что людей, ну то есть люди покупают, люди приходят, люди приезжают. Так, подошла к делу с чемоданами. Хочу вам рассказать, что не бойтесь никогда покупать китайские чемоданы. Почему? Потому что когда-то, я не знаю еще, года 4 назад, наверное, купила, скажи, на одном китайском рынке себе чемодан за 50 злотых. И знаете, я с ним объездила, ну очень много стран, потому что это был такой маленький чемодан, ручная кладь. Я вам хочу сказать, им вообще ничего, колеса на месте, он не поцарапанный, он, ну реально, он очень классно выглядит, им вообще ничего. Салон красоты на салоне красоты. И я вам хочу сказать, что везде есть клиенты. Массажное кресло, здесь еще имеются маникюр, печенье, можно отдохнуть. Ребята, нашла очень классный магазин с китайскими товарами, здесь все можно купить для суши, имбирь килограммовый, кстати, классная цена. Смотрите, пожалуйста, 17,90 килограмм имбиря маринованного. Так, макароны. Это цены. Неизвестно, сколько это все стоит. Я только что подошла к продавцу, спрашиваю, какая цена. Она мне сказала, что вот эта вот модель, не знаю, в чем разница, 60. Вот их, вот здесь напротив, по 50. Как бы, наверное, здесь надо торговаться или? Ну, то есть цен здесь нет. Я провела здесь круто, весело, познакомилась с некоторыми китайцами, пообщалась с некоторыми людьми. Вообще, кто будет в Польше, кто будет в Варшаве, очень рекомендую прийти на этот рынок. Просто посмотреть, ощутить его атмосферу, посмотреть, чем люди живут, как люди здесь живут, какие товары здесь предлагает этот рынок.